Музыка Ну вот так, а с 6 июня 1944 года дна передовой. Все до самого конца войны. Но между этим кусочком я сумела, попала так, что на линии фронта была сбита, попала в плен, пробыла в плену 5 месяцев, попала обратно, разыскала свой полк, мне предлагали очень много полков. Сбили как, очень просто, с земли стреляли, да и сбили. И пешком же пойдешь туда. Все, после этого, обратно нашла свой полк. В Варшаве восстание подняли. Вот мы на это восстание летали и от них брали через Вистлу, прямо с берега Вистлы, не готовя никаких площадок, ничего, людей на самолет. И отвозили в Брест-Литовский военный госпиталь, полевой или госпиталь, как он там назывался, не знаю, раненых. Так и я, туда-обратно, туда-обратно. Так и с селноком ходили. А война шла, вверху шло много, одни туда, другие сюда. Небо было черное, как говорится, и воздушные бои вверху были. А мы должны были летать по приказу не выше 20 метров. Вот попробуй 20 метров. Тут и в колончугле врежешься, тут и мельницы там очень много крутится. Эти лопасти 14 в размахе, ну, высотой этих 14 метров рубали наших ребят, которые шибко к земле прижмутся. Я несколько раз привозила на колесах колосья, потому что жито там высокое. Понимаешь, я стану, руку протяну, и еще до колосьев не достаю. Во, какое было жито. А мы были, как говорится, на подхвате. Часть ребят летали и связь держали, и раненых вывозили, грузы возили. Что дадут? Рвучие люди. Когда я говорю, модернизировали его, сделали, приспособили вооружение, там, карабины сделали, и он стал подхватывать какие-то бомбы или люльки поставили. В них ложить можно раненого на каждое крыло по люльке. А еще, это, вот, само пузо-то этого самолета называется гор-грот. А в гор-грот тоже можно было положить человека или посадить человека легко раненого. Вот так. У меня было, кажется, три человека. Часто возила, по воздуху возила. КОНЕЦ